здравствуйте товарищи на сей раз будет видео длиннее и да теперь видео будет выходить более 10 минут а я буду больше и тщательнее рассказывать о процессе сборки дело в том что youtube не любит короткие ролики а мы не любим когда youtube не любит короткие ролики тем кто еще не подписан подписывайтесь тем кто присоединился к нашему каналу респект и уважуха давайте вместе развивать канал для тех кто хочет поддержать проекты финансово есть ссылка в описании не забывайте что каждые 100 рублей на балансе канала не лишние а очень даже целый фитинг или одна пятая часть невмораспределителя ладно поехали дальше начнем сделал печатных было необходимо сделать нечто подобное так как пара распределителей лежит можно их переделать и использовать но к привеликому сожалению наш тарантул раньше рассчитанного времени склеил ласты упал на брюшко и протянул лапки вышел из строя концевик и в один момент возвращаясь домой он пытался сверлиться в стол и естественно сломал крепление мотора оси z кроме того деформировалась каретка стола а со стороны вращающегося штока болты загнуло в общем пришлось экстренно ремонтировать среди ночи вроде бы все обошлось но следующий раз печатая деталь он тупо остановился посередине дороги короче хрен с ним потом двойные привода бедер как вы можете видеть установлены так чтобы и рычаг был побольше и чтобы конструктивно уравновесить верхнюю часть экзоскелета далее для теста был накачен воздух привода обеих ног теория подтвердилась на практике вы можете видеть что конструкция устойчива и без всяких подпорок стоит на земле что немаловажно затем по максимуму были устранены утечки накачано чуть более пяти атмосфер так скажем тест на герметичность шло время энергия сжатого воздуха оставалась при водах к этому мы еще чуть позже вернемся так как изначально в марке 4 отсутствовала функция открытия так как изначально в марке 4 отсутствовала функция открытия реванья ног и попадать в него было крайне сложно но и было принято решение таки сделать разворачивающиеся бедра благо конструкция приводов и рамы позволяет задуманное осуществить в общем несколько подходов система была проверена на наличие утечек тестовые распределители несколько раз переделывались к сожалению пока не имея возможности показать больше промежуточных результатов да помню некоторые из вас просили и отныне я постараюсь впечатлеть больше самого процесса и отвечу на вопрос многих я не делаю чертежи от слова совсем в трехмерном пространстве мне работается эффективнее и удобнее привычка тут ничего не попишешь но могу вставить рисунки одного очень талантливого но скромного человека значит вот такую систему собрал тестовую так скажем потому что распределители с алиэкспресса как пришли я их по почте до нового года получил так до сих пор и не проверил но мы имеем аккумулятор от шуруповерта 12-ти вольтовый соленоидный клапан 12-ти вольтовый мимоцилиндр с прикрученным к нему герконом идем проверять есть только один штуцер самое ужасное то что есть только один штуцер я нашел одну восьмую резьбу потому что эти распределители они намного меньше оказались вот смотрите чуть больше вот так сейчас к реозгущенном состоянии и если начать его накачивать он должен сам выпрямиться все работало в принципе с равновесием здесь проблем нет думаю что и с обшивкой он будет прекрасно стоять сам вообще идея в том чтобы можно было заходить и выходить из него автономно посмотрим как получится далее будет видео с тестами но так как почта таки замышла мои три посылки с дросселями и прочим не предоставляется возможным пока настроить и правильно отрегулировать управление пока так но во все эти праздники работа кипела и было на самом деле много чего сделано опробовано и отмечено еще стоит добавить что без подошвы рама как коньки а пол в боксе кривой как турецкая сабля и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok